После этого детскую площадку установили. Теснота сильная, и поэтому детская площадка захватила территорию лицея. Директор лицея по-прежнему вопрос не заостряет, потому что директор лицея видит, что эта территория не используется для образовательных целей. Зато увидела прокуратура. Во время очередной проверки прокуратура аккуратно посчитала ту площадь, которая захвачена, не используется для образовательных целей. И насчитала налог на землю, который сберегли коммерческие организации То есть ТСЖ рассматривают как организации, неотносимые к абсолютно посторонние по отношению к образованию И правильно делают И такие организации должны платить налог на землю Сколько государств не получило налог на землю только за последние три года? Это общий установленный срок исковой давности Насчитали 500 тысяч рублей Косо посмотрели на директора Ага, может быть вы в сговоре? Вы почему используете имущество, веренное вам государству, не по назначению? Может быть вы от этого какой-то интерес получаете? Дальше директор объясняет, что у него есть право на судебную защиту И вносит предписание, что если до такого-то срока вы в суд не подадите То мы наложим на вас штраф Вот результат Как эту конфликтную ситуацию регулировать? Что вы думаете об этом? Кто не подаст в суд? Я не поняла в конце Директор лицея Если не подаст в суд, обратите внимание Право на обращение в суд заменили на обязанность Я поняла Получено предписание по результатам прокурорской проверки Директор образовательного учреждения Это мирная женщина, миролюбивая Которая в суд ни разу даже и не ходила Для нее это неожиданная роль И она не знает, с чего начать Как вы думаете, этот спор может быть медиабельным? Или нет? А выяснять отношения в суд она должна подать на фирмы, которые использовали территорию лицея? Да Для того, чтобы налог на землю оправдать? Вы знаете, такой иск называется Об истребовании неосновательного обогащения В гражданском законодательстве Есть такое понятие Оно пришло из международного права в Россию Если одно лицо Без законных оснований договора Сберегло имущество или деньги За счет другого лица То оно обязано возместить потерпевшему Неосновательное обогащение Именно здесь такой случай Можно усмотреть Есть ли предписание прокуратуры Исполнять буквально То что произойдет Демонтировав все вот эти гаражи Шлагбаумы Ограждения Мы получим в результате пустырь На этом пустыре будут скапливаться Мусор городской И автомобили Стихийная автостоянка возникнет Выходит, что не совсем пустырь должен быть Правильно? Что-то другое Конечно, детскую площадку можно передвинуть в сторонку Ну вот мы находимся на этой стадии решения Предположим, что в суде Уже представляют интересы лицея юрист Такое часто бывает Когда медиаторов находят сами юристы Например, если обратиться к опыту Соединенных Штатов То в США Обычно Юридические ассоциации Обращаются в ассоциации Медиаторов И они тесно сотрудничают друг с другом Это позволяет урегулировать быстро Большое количество споров Которые являются тупиковыми На юридическом языке Это долгострой или висяк Он просто ведет в никуда Но если пригласить медиатора То получится результат Вот вы Вот вы